Ладно, нам это не интересно. Нам знаете, что сейчас будет интересно? Смотрите, что я вам покажу. Я это видео не смотрел, но мне сказали, типа, ебать, чувак, там такое. Сколько стоит показателло быть випкам-моделью в России? Но проблема в том, что... Ну, короче, тут девочка сидит, дает интервью. Она випкам-модель. Что такое випкам-модель? Ну, это типа стримерша, но только не на Твиче. Мне сказали, что она тут и про Твиче что-то говорит. Вот я бы и хотел послушать. Во-первых, это легкие деньги. Я плевала на свои сиськи и теребила их вот так вот. Ну, давай, я пухну в плевать. Ну, да. Мне уже нравится, мне уже нравится, мне уже нравится. Ай. А тебе когда-нибудь предлагали деньги за секс? Мне предлагали. Ты когда-нибудь пробовал отношения с девушкой? Мне нравится секс с девушками. Бесплатно ничего делать не буду. Я уважаю свой труд. Why is man say? Мне уже неприятно стало как-то прям. Итак, ладно, ладно. Как ты можешь охарактеризовать свою деятельность? То есть, чем ты вообще занимаешься? Я разговариваю с людьми. Отлично. Я тоже кста. Стривлю на платформе, в которой я тоже кста. Я тоже не признаю эту большинство. Кто? Угромное количество людей. Почему? Потому что они, видимо... Это дело считают грязным. Во-первых, это легкие деньги. Во-вторых, ты показываешь свое тело. То есть, возможно, даже продаешь его. А, тебе нравится вообще? Возможно. Смотри, а какое самое извращенное действие, которое тебя просили сделать на трансляции? Меня просили. Ну, во-первых, меня просят делать туалетные игры. Естественно, этого я не делаю. Это не круто. Это ненормально. Но из того, что я делала, это, наверное, полчаса. Я плевала на свои сиськи и теребила их вот так вот. О, господи. А были какие-то, может быть, смешные ситуации? Да, были, были. На самом деле. В один момент меня очень сильно... Мне очень сильно надоело то, что кто-то спрашивает, ну, спрашивает, а ты пухнешь? Я просто хз, я не знаю, типа, ну... Я к тому, что... Ну, если ты нормальный человек, да, там... Женщина воспитанная, там, выросла в нормальной семье, у тебя всё окей. Если у человека по жизни всё хорошо, он же не будет этим дерьмом заниматься, правильно? Ну, типа... Ну, это же реально не круто. Реально какая-то грязь. Ты сидишь и как унижаешься просто. Ну, как мне кажется, это унизительно. Сидеть, теребить там свои сиськи, питьку, блядь, на камеру. Для каких-то непонятных дрочеров, которые тебе за это бабки там дают. Типа, ну... Я не знаю, это позорище просто. И она об этом вот так вот в открытую всё рассказывает. Может быть, я слишком... Слишком... Моралфажный, что ли? Ну, мне кажется, что нет всё-таки. Должна быть какая-то грань. В определённых вещах. И поэтому я считаю вот... Всю эту деятельность полным позором, отвратительно, мерзкая. Мерзкая и неправильная. И люди, которые этим занимаются, это люди, которых... У которых в жизни, ну, походу, вообще уже нет никаких вариантов жить нормально. И, может быть, они вынуждены этим заниматься. Но это абсолютно потерянные люди. У которых в башке ветер. Ну, или ещё похуже. Что может быть хуже, чем ветер в голове? А если этим занимается мужик? Какая разница, кто этим занимается? Я говорю про всех людей. Естественно, это отвратительно. Мужик, женщина, блядь, животные. Какая нахуй разница? Я понимаю, вы сейчас тут, видимо, пытаетесь меня подловить. Ага, ты сексист. А мне похуй. Мужик, женщина. В любом случае, это плохо. В этом нет ничего хорошего. Ты считаешь, что Саша Грей с ветром в голове и ненормальная? Оля, мы сейчас про кого говорим? Про вебкам моделей. А Саша Грей когда-нибудь этим занималась? Ну, вроде как нет. Конечно, она снимается в порно-видео, в фильмах. Проблема в том, что если мы будем осуждать вот этих вот порно-актрис, да? Наверное, это не совсем правильно, потому что мы все смотрим порнуху. Типа, это немного странно, да? То есть мы осуждаем порно-актрисы, говорим, что они там, предположим, шлюхи. Но при этом, после этих фраз идем и дрочим на это. Ну, блядь, ну... А это? Да в жизни этой хуйней заниматься не буду, не буду это смотреть. Платить за то, чтобы тебе какая-то там девка подрочила? Ну, не тебе имеется в виду лично, а себе как бы на камеру. Что за бред вообще? Да, ты же говорил, что платил за это. Ну, естественно, я пробовал смотреть на это. Типа, что это такое? Мне же интересно было. Ну, я же не хожу туда каждый день и больше не пойду. В задницу это говно. Чтобы это обсуждать, надо понять, как это работает и что это такое. А вот, знаете, как эти некоторые... Вот, ты осуждаешь, но ведь ты даже не смотрел, блядь. А теперь ты как бы, ну, посмотрел. А вот, да, вот оно как, а да, как еще, блядь. Ладно, продолжай. В привате. Я такая отвечаю, ну давай, ну давай я пухну в привате, ну давай. А вот такой, ты больная, шо? Какой самый большой донат у тебя был вообще за историю твоей работы? Вот, чтобы один был? Чтобы вот одним разом. Ну давай, например, одним разом и вот от одного пользователя сколько приходило? Мне не кидали ничего больше, чем 2000 одним разом. Доллар? Это рублей. 2000 токенов. А вот все-таки один пользователь... Я думал, там побольше денег будет. Наверное, это было 15 тысяч токенов. Смотри, а твои родственники знают о том, что... 45 тысяч рублей. Я пока выигрываю. Ля, вот, знаете, ну... Круто создавать, что тебе, как обычному стримеру, донатили больше, чем шли. Випка модели. Которая там сидит, напрягается, сиси трет, письку трет, там в жопу бутылку вставляет. А у нее максимальный донат это 45 тысяч рублей. А ты сидишь, ну как бы... Мне кажется, все-таки я прилагаю больше усилий, да? Для развлечения своей аудитории, чем она. Типа... Мне кажется, все-таки сидеть и дрочить намного проще и легче, чем сидеть там в течение 5-6 часов постоянно что-то говорить. Шутить смешно. Вот. Типа, я бы с удовольствием, на самом деле, занимался тем же самым, чем занимается она за бабло. Но я не буду это делать, потому что я нормальный человек. Я воспитанный дед. И вообще, в принципе, уже дед у меня хуй не стоит. Что мне там дергать? Вот это вот... У меня нет сисек, чтобы их вот так вот мять. Что мне, вот эти вот соски маленькие трогать? Да, блин. Фигня, короче говоря. Хотя, мне кажется, если бы я попробовал, мне бы много заплатили, наверное. Я не знаю. Ладно. То есть ты скрываешь это? Я скрываю... Я скрывала это, но ради своей безопасности. А вот если, например, как бы у тебя есть деньги, и как бы если родители, кто спрашивает, как бы откуда деньги, что ты им говоришь? Ну, я же не только работаю на вебкаме, я еще и подрабатываю фрилансом. Я рисую. А тебе не хватает заработка на вебкаме? То есть она скрывает это от своих родителей? То есть она считает это нормальным, почему она скрывает это от своих родителей? Нет, слушай, я очень сильно люблю рисовать. И иногда я понимаю это, что я не хочу рисовать за бесплатно какому-то человеку, который просит там, слушай, а давай ты, короче, мерч сделаешь, пожалуйста. А я такая, ну, бесплатно ничего делать не буду. Я уважаю свой труд. А было ли такое, что в ТВ-интернастерацию захотели какие-то, может быть, знакомые? Это случайно такое, или... Знакомые? Было такое. Ко мне зашел мембер, он взял меня в приват, мы разговариваем, разговариваем. Он случайно не перевел с английского на... Ты тоже скрываешь от родаков кого? Свою деятельность? Нет. Батя, блядь, смотрит мои видео и стримы даже иногда. Вот сидит. Возможно, прямо сейчас здесь сидит. Привет, батя. Может быть. Но иногда он и правда тут бывает. Типа, мне потом пишут в скайп, типа, ты че дурак, ты че ты... Ты зачем... Ты зачем такие вещи говоришь? Кто шлюха? Я такой, шо? Русский, с русского на английский, и напечатал, короче, какие-то непонятные русские буквы. Я такая, ты че? Ты че, русский, что ли, пишу? Он такой, ну да. Ну еще и кто-то. И он такой, ну твой друг. Серьезно? Ну, он знал, что я вебкам-модель, но я никогда не говорила своего микнайма, например. Ох, ты жрёшь, она наша. Говорить очевидные вещи. Дрочить на вебкам. Плохо? Проститутки. Падшие женщины. Ты вот радуешься, что приносишь людям счастье. Так вот, они тоже это делают. Нет, они просто продают свое тело в прямом эфире. Какая разница между ней и порноактрей? Кроме того, что на последнюю ты дрочишь, не защищаю их. Просто любопытно. Ну, наверное, разница в том, что порноактрисы, они в первую очередь снимаются. Они реально там, блядь, жопу себе напрягают. Ну, типа, в прямом смысле, и не только жопу. А эта сидит у себя дома, потому что просто ленивая. И делать больше нихуя не хочет. Но при этом хочет зарабатывать большие легкие деньги. Ну и занимается вот этими вещами. Она точно напрягается. Чем она напрягается? Она дрочит. Вы когда дрочите, вы напрягаетесь, ребят? Наоборот, вы расслабляетесь, вам охуенно. Ну, наверное, я не знаю. А актрисы, они, ну, блядь, реально, типа, въебывают, скажем так. Ну, и зарабатывают, конечно, больше. Вот. Напрягается? Ну, шутки шутками, ребят. Но, как ни крути, разница огромная между актрисами и, блядь, вот этой вот девочкой. Типа, алло, донатер, ты вообще башкой думаешь? Как это можно сравнивать? Абсолютно разные вещи. Она не получает удовольствия от этого, я тебя уверяю. А ты прям... Стоп, ты чё, тоже, видимо, в этом работаешь? Поэтому тебе так обидно всё это слышать. Ну, извини. В таком случае, я просто не понимаю, зачем ты её защищаешь. Ведь, очевидно, для любого из... Ну, как бы, для любого нормального человека это плохо, это не круто. Это унизительно и паршиво, это, блядь, противно. Но вот именно ты как-то вот странно... Пытаешься нас переубедить и не знаю зачем, потому что тебе всё равно не получится. Мне вообще до пизды я хентай смотрю. Каждый зарабатывает как хочет. Ну, я в таком случае тоже высказываюсь так, как хочу. Окей? Типа, я не запрещаю. Но я как хочет, окей, я тоже что хочу, то и говорю. Моё право. А тебе вообще приходилось сталкиваться с хейтом? Наверное, если я подойду к человеку и скажу, я кам-модель, а он к этому относится негативно. Он скажет, это твой выбор, потому что он забоется сказать мне... Ну, а были те, кто прям вот всё боятся? Никогда не было такого. Не, я на самом деле реально сейчас вот забоюсь. Я боюсь говорить, просто потому что мне твич бан влепит, поэтому я максимально аккуратен. Но если бы на твиче не было бы таких жёстких правил, я бы сейчас такое тут говорил, ребят. Ууу, бля. Страшно представить, что бы я говорил. Но правила не дают мне раскрепоститься полностью. Випкам-модели. У них, наверное, большие проблемы, они идут зарабатывать деньги именно так. Ну, не знаю. Ну, да, конечно. На планете много людей, у которых большие проблемы на самом деле по жизни. Но они как-то всё-таки находят выход из этих проблем другими, иными путями. Я уверен, что у многих из тех, кто тут сидит, тоже жизнь непростая. Ну и что теперь? Сразу бежать? Продавать своё тело в прямом эфире? Тьфу, бля. Ужас-то какой. Читерство в играх. Вы же не любите читеров, да? Которые читерят, блядь, когда в PUBG играете. Они почему это делают? У них кривые руки, они не могут играть в игру нормальной, по-честному. Приходится читы использовать. И вас жопа с этого горит. У тебя никогда не сравнивают, там, не знаю, с проституткой, что-то типа такого? Я не позиционирую себя как проститутку. А как ты вообще относишься к проституции в целом? Я в этой сфере ничего не знаю, если честно, но я верю, что есть такие женщины, которые любят секс, и почему бы не заработать? И на самом деле это было бы здорово, если бы проституцию реализовали, довели до нормального уровня. Естественно, медицина, медицинское обследование предоставили женщинам в такой сфере. Это было бы просто, по-моему, замечательно и здорово. А тебе когда-нибудь предлагали деньги за секс? Мне предлагали. А сколько? Ну, 150 тысяч, 200 тысяч токенов. Блин, на самом деле, грустно-то, не то, чтобы даже грустно. Я просто сейчас читаю чаты, некоторые люди пишут, ну она милая, бля, ну она же милая. Типа, вот есть какая-то определенная категория людей, которые готовы простить все человеку. Просто потому, что он милый. Или она милая. Да мне похуй, милая, красивая. Какая разница? Это то, если ты не только княг, к любому человеку. Ребят, давайте вот не будем такими, ну типа. У вас целая жизнь впереди. Если вы будете вот идти на уступки каждому, кто вам покажется милым, это плохо кончится для вас. Я сейчас про ситуацию в целом говорю. Ну ты же милый. А я что, блин, драчу петьку свою в этих сайтах? Что я плохого сделал? Да не, она реально миленькая. Так, может быть. Я просто говорю, что нельзя прощать что-то, да, человеку просто потому, что он милый, блядь. Ты милый. Вы тоже милый. Но знаете, мне пихуй. Нет, конечно. Мне не пихуй, да? Вот. Но это так не работает. Вот и все. А это проституция. Меня могли легко забанить на сайте. А я боюсь этого. А, это не проституция. Цела. Окей, хорошо, я поработаю недельку. Какой среднемесячный доход и носит вае деятельность или прочее сколько ты зарабатываешь? Примерная сумма. Примерная сумма? Ну, наверное, от 300 тысяч. У тебя аудитория большая, в частности, из-за внешности. То есть, это действительно, ты считаешь, это правильно? Да ну. А ну-ка, повтори, блядь. Знаешь, что проблема в том, что я стримлю уже 6 лет. У меня что, тогда, когда лицо не показывал, было то же самое количество зрителей, что и сейчас? Меня смотрело всегда. Столько. Типа, какая внешность? Я лицо не показывал. И имел такую же аудиторию. Даже тогда, блядь, больше было. Вот. И шо? И шо? И шо? Внешность вообще не имеет никакого значения. Аудиторию на ютубе я так-то набрал до того, как лицо показал. Типа, миллион подписчиков. Без лица абсолютно, без внешности. Какой-либо. Сейчас речь не обо мне, правильно? Сколько она там зарабатывает? Стоп, стоп, стоп. Я пропустил. Трехста тысяч. Примерная сумма? Ну, наверное, от трехста тысяч. Ебать. От трехста тысяч. Триста тысяч. Я уверен, тут сидят работяги, которые въебывают. Ну, реально въебывают. На заводах там где-нибудь еще, да, там, учатся на кого-то, чтобы опять потом въебывать за зарплату в пятьдесят тысяч рублей. А перед вами девочка, которая дрочит и зарабатывает. А от трехста тысяч рублей в месяц. Нет, я не завидую. Ну, просто я столько с донатов не зарабатываю. Хотя, как повезет. Если там какой-нибудь, конечно, порнхаб. Не какой-нибудь, а сам порнхаб задонатит пятьсот тысяч рублей, как это было когда-то. Окей. Но это же редкость. А тут, я думаю, у нее стабильно сидит, короче говоря, там себе, да. Письку лимонит. И нормально бабки поднимает. Может, ты подрочишь? Я же уже объяснил, ребята, я дедушка. Рублей. Да, рублей. То есть, ты действительно, ты считаешь, это прям очень хороший заработок? Да, действительно, это хороший заработок. А это не хороший заработок для моделинга, на самом деле. Это мало. На такой платформе, когда к тебе заходят пользователи, не малые какие-нибудь, как на твиче, посмотреть на своего кумира. Что, блядь? Вот сейчас вот еще раз повторить, девочка. Ну что, ребята, она милая, да? Вы, может, что напишите? Раз, что, да? Ну да, конечно. Кто там ее защищал? Давайте, ребята. Мы вам в лицо теперь посмотрим. А я, может быть, еще... Плюнем. Ебать, она злобная, конечно. Интересно, она мою реакцию увидит потом? Ты не обижайся, это просто мое мнение. Не надо обижаться. Мы люди разные, у всех у нас разные взгляды на жизнь. И мой взгляд, вот он именно такой, как бы... Ну, ребят, давайте без оскорблений, пожалуйста. Которые зарабатывают, у которых есть постоянный доход, и люди... Платежеспособные люди. Пуренхап, ты малолетка. Неплатежеспособная. Гилдон, ты тоже лох какой-то, блядь, малолетний. Вообще неплатежеспособный. Кто? Да все, кто тут сидит. Оказывается-то, вот оно что. Она, видимо, всех так людей, да, расценивает. Она идет, у нее как, знаете, типа терминатор. У него в глазах. Там... О каждом человеке информация. Вот она тоже идет по улице. У нее там платежеспособный, неплатежеспособный, малолетка. Как я знаю, на этих вот вебкам сайтах, там когда к тебе заходит какой-то зритель, ну, пользователь к тебе на трансляцию, то вебкам модель... Модель. Она как бы видит, сколько на счету у человека денег. Вот она, видимо, уже привыкла так вот людей, да, оценивать. Платежеспособный, неплатежеспособный. Понятно. Если денег нет, то малолетка. Ну, еб твою мать. Вот. Они смотрят. И, да, у них есть привычка тебе донатить очень много. А как вообще вот твоя профессия влияет на... Ну, блин, ребят, интересовался, как эта система работает. Оттуда и знаю. Дрочил, да, я дрочил, ребят, сидел, да. Конечно. Бля, мы не досмотрим сегодня видео до конца. На твою личную жизнь, то есть... Но я же должен как-то комментировать. Сложность, либо наоборот. Там все парни готовы с тобой встречаться. Ну, во-первых, я... У меня был молодой человек, которому я не говорила о своей работе. Мы с ним расстались. Он и скоро, возможно, не знает. А, возможно, уже скоро узнает. А что вообще еще нельзя вот на сайте делать, чтобы от тебя как бы... Она еще от парня это скрывала. Я хуею. Пиздец. Это вообще, как мне кажется, подло, блядь. Надо реально как изменять... Своему парню, там, своей женщине. Ну, и скрывать это. Для меня это было бы сопоставимо с изменой. Это многое значит. Потому что ты дрочишь для каких-то там непонятных левых мужиков. Что, охуела, что ли, блядь? Иди отсюда. Фу. Она это скрывала от парня своего. Ёблый. Разный сайт... У разных сайтов есть разные... На твоей платформе? На моей платформе. Нельзя играть в туалетные игры. Нельзя имитировать суицид. Нельзя спать на трансляции. Слушай, прикольно. Я просто такой лег в таком разговоре. Такой, да, уснула. Проспать, что за***ть. А, я засыпала. Серьезно? Я засыпала. Охуенно, рыба. Аж заснула. Я говорю, ребята, стойте, подождите. У меня очень сильно закипал мозг. Я говорю, все, дайте мне, пожалуйста, минутку. Я сейчас вот так вот лягу, поудобнее. Ну, сяду. Многие раздрыли. У меня большой медведь. Я представляю, как она ложилась. Облокотилась. И уснула моментально. На 20 минут я пропала. И при этом... Надрачила, короче. Юзеры, которые там сидели, увеличились двое. Они продолжали мне типать и пытались меня разбудить. А, ты как-то сработаешь. Я так понимаю, ты конформист. Это правильно. Я вот в КЛВ по 15 часов на кухне, имея 30 в месяц. Во! 300к, и мне начинает казаться, что я повернул куда-то не так, Дансгамми. Да нет, ты все правильно делаешь. Да-то она как раз-таки повернула не в ту сторону. Просто жизнь несправедлива. Вот и все. Лаки Бэн, спасибо тебе за 222 рубля. Да. И как тебе? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть? Пробала отношения с девушкой? А, отношения с девушкой. И как тебе? Так. Это было не очень. Знаешь, мне нравится с север с девушками. Только членов не хватает. Я, возможно, просто не готова к чисто полтонической любви. Короче, подарочной подпиской я не дождусь, поэтому вот чмок в макушку. Обратный апостроф. Спасибо тебе. На своей платформе я встречала девушку, которая 500 тысяч, и это максимум, что я видела. То есть это прям самый топ, это 500 тысяч? Да. А ты вообще считаешься творческим человеком? Да, даже 500 тысяч. Потому что я видела. На своей платформе... Много для сервиса, подписчиков в сервисе? А, подписчики. Слушай, ну это, наверное, достаточно много для сервиса, и такое направление. Да, на самом деле я вот... На своей платформе я встречала девушку, которая 500 тысяч, и это максимум, что я видела. То есть это прям самый топ, это 500 тысяч? Да. ты считаешь себя творческим человеком да конечно то есть ты занимаешься вокалом рисованием ну я пою непрофессионально я не знаю как я пою просто ты можешь а я тоже творческий человек ребят опять она шанс донатила мы тебя уже поняли не надо оправдываться и что тут пытаться доказать саня хуй соси ленивый гавна которая не имеет мозгов для нормального и достойного существования так я это не слышал это никто не слышал это просто какой-то звук из ниоткуда я не знаю ну то есть ты можешь общаться свободно да я могу свободно общаться я слышу что ты хочешь создавать youtube канал и вот она наша послушай папа пашечка поддачу то есть о чем ты будешь разговаривать на нём ведь как бы ну там нельзя делать то что можно делать на твоём сайте да на самом деле я очень хочу создавать канал на ютубе и преподавать сексуальное образование о господи было бы клёво если бы ты не читал мои сообщения в чате с идиотской интонацией и они навязываются мнения просто не разделяет твоего мнения что порнуха это кардинально разные вещи с головой вроде у меня норм все а вообще что такой агрессивный я агрессивный нет это ты воспринимаешь сказанное мной агрессивно а я отвечаю вполне себе адекват это ты в этом почему ты видишь агрессию просто именно потому что тебя почему-то обижает то что мы говорим про эту девочку и про всю эту деятельность в целом но ведь не могут ошибаться тысячи людей что это значит все агрессивные теперь просто потому что они считают это неправильно что это хуйня у нас тоже есть не такая рубрика что-то вот когда мы проверяем и я тебе очень скажу что у нас именно подростки в нашей стране но очень плохо сексуальное образование я знаю у нас нет плохо образовывается в школах ее попросту не преподают и сексуальное образование в этом большой косяк типа я не совсем понимаю что это означает что именно она будет преподавать рассказывать что типа чего что там нужно знать что тут что как-то типа о вы знали что нужно предохраняться например ну и все а что еще то в какой позе или как я просто не понимаю достаточно просто порнух посмотреть человеку ну типа подросток я не знаю уже видит как люди этим занимаются для этого не обязательно слушать еще кого-то возможно поэтому многие дети и дети полозрелые подростки не используют презервативы заболевает что-то пошло не так образованно понятно что ребят надеюсь в оцените канал ссылочка будет в описании а расскажи вообще какие у тебя планы будут в будущем что-то еще планирую жизни добиться и я хочу записать свои треки я хочу записать свои клипы самостоятельно и большая цель в жизни я хочу открыть приют для собак и кошек но это будет для приют сдавать ребят пообещать что когда стану совсем старым вонючим псом вы меня не будете сдавать в ее приют пожалуйста не надо а кто попытается того нахуй покусая блять не совсем обычный приют я возможно на волонтерство пытаясь которые будут заниматься собаками и воспитывать обучать их к тому чтобы они помогали людям с ментальными болезнями неполярное расстройство шизофрения и тому подобное я тоже хочу поделиться мэдисону там как раз таки и место наверное это очень распространенная тема в россии на самом деле бар и вообще в мире и помочь бездомным собакам найти обрести свой дом и людям которые люблю тебя найти возможно свою вторую половину возможно семьи их не понимают и у них будет верный друг слушай мне очень понравилось и находиться с тобой и общаться с тобой это интервью было очень классно для меня это был первый экспириенс все было эти скажу больше для меня тоже нету как бы я брал интервью но именно что девочка смелая на самом деле реально смелая типа она пришла сюда и в открытую рассказала кем она является в жизни по жизни при этом она скорее всего я надеюсь она понимает что большинство людей такой не одобряют ну и плюс родители могут это увидеть друзья что-то мне подсказывает что для нее это плохо кончится зря на это сделал был бы я этой девочкой я бы блять как можно жестче все вот это вот скрывала никому блять не рассказывал потому что это просто она пришла и типа все рассказала но опять же это мой взгляд на ситуацию соответственно хз просто если почитать комментарии под видео наверное тут и все поддерживают и ну вот опять же да какая же она милая и все и типа и все простим ну вот этот комментарий самый правильный собственно я его читать не буду потому что сами понимаете почему мы же в современном мире живем сейчас понятие проституции оно немножечко разделилась там на всякие вот эти вот так называемые подразделы да то есть раньше там проститутка это женщина которая там ну сами знаете что делать а сейчас ты уже не просто женщина который с кем-то там другим переспала за деньги перед еще и в интернете это в принципе тоже самое так что все видео закончилось ура мы теперь можем идти играть в игры например пример